Есть ли жизнь после смерти? Материалисты утверждают, что нет. Там после смерти вечный мрак, пустота и черви, которые превращают все, что дышало, любило и что-то там доказывало окружающим, в перегной. Восточные религии, напротив, подтанцовывая, утверждают, что человек живет несколько жизней. Сегодня он ветвистый олень, завтра цветок в петлице парижского модника, а после этого симпатичная девушка из рекламы белья. У христиан все гораздо сложнее. У нас хорошие люди после смерти попадают в рай, а плохие мучаются в аду. Кстати, душа существует. Ученые доказали, душа есть у каждого из нас, и весит она ровно 21 грамм, вне зависимости от веса хозяина. Но как же проверить, кто прав? Ученые циники, лирики буддисты или сосредоточенные на своих страданиях христиане? Сегодня в нашей программе вы увидите... Есть ли жизнь после смерти? Кто-то говорит, что это реинтернация. Что говорит наука? После моей собственной комы все радикально изменилось. Чем закончились мистические опыты ученых? Мы действительно чувствовали вот эти вот сущности, и с ними можно было даже как-то общаться. И можно ли общаться с потусторонним миром? Это и может быть душой. Ученые из Сауд-Гемпстонского университета в Великобритании нашли убедительные доказательства существования жизни после смерти. Это настоящая сенсация. Мозг продолжает мыслить даже после того, как перестало биться сердце, и врачи констатировали клиническую смерть. Самый важный урок, который я получил во время своего путешествия по глубокой коме, это то, что каждый из нас является куда большим, чем наше физическое тело. Физическая смерть тела не означает смерть сознания. Четыре года группа врачей под руководством известного реаниматолога Сэма Парния проводила обследование двух с лишним тысяч человек. У всех после остановки сердца сознание присутствовало еще три минуты. Одна из вещей, которой боятся большинство людей в мире, то, что мы смертны, что мы умираем. Но это неправильно. Это не так. Ученые из различных областей медицины, физики и биологи все чаще приходят к выводу, жизнь после смерти существует. И тому есть немало доказательств. Это эксклюзивное интервью врача-нейрохирурга Эбон Александра. В 2008 году он впал в кому из-за бактериального менингита. Его мозг был полностью отключен. Но, несмотря на это, он видел, что находится в раю, парит среди облаков, а вокруг него летали бабочки и существа, похожие на ангелов. Рассказывая о своем путешествии, Эбон подчеркнул, что никогда прежде не верил в загробную жизнь. Более того, считал, что существует разумное научное объяснение тем странным видениям, которые описывают люди, перенесшие клиническую смерть. Я был сторонником материалистической нейронауки. Я считал, что мозг создает сознание, что существует только физический мир. И я отметал околосмертные переживания, как обычные галлюцинации, шутки умирающего мозга, считал их бессмысленными и не придавал им значения. После моей собственной комы все радикально изменилось. Я понял, что околосмертные переживания за тысячи лет во всех культурах давали нам свидетельство существования глубинной реальности, абсолютно реальной и важной для понимания нашего мира. После того, как Александр Эбон пережил кому, ему стало не до научных объяснений. Настолько удивительным выглядело то, с чем пришлось столкнуться. Воспоминания, которые четко были у меня в голове, когда я вернулся в этот мир, я все еще их помню, как будто бы это было вчера. Это удивительно. Медленно вращающийся белый свет сопровождался идеальной музыкальной мелодией, которая послужила порталом в такой прекрасный ультрареальный долинный мир. Куда более реальный, чем этот мир. И в этой долине было много признаков похожести на Землю. Были бабочки, водопады, спускающиеся в кристально чистые озера. Множество жизней, цветы, почки, бутоны. В этой долине я и повстречал своего ангела-хранителя. Прекрасную девушку на крыле бабочки. Сканирование мозга Эбона показало, что области, ответственные за сознание, мышление, память и понимание, не функционировали во время комы. Врачи были уверены, что пациент не выживет. Несмотря на все прогнозы, Александр очнулся. В коме он провёл 7 дней. В это время он якобы побывал в другой вселенной. По его словам, более крупной, чем наша. В которой человек – это нечто большее, чем только тело и мозг. Там смерть не конец сознательного существования, а лишь часть бесконечного путешествия. И эти ангельские порталы, они позволяли перемещаться во всё более высокие уровни. Всё наше четырёхмерное пространство в центральном мире было чистым единством. Ничего больше. Но наш язык безнадёжно недостаточен для передачи этих концепций, таких как чистое единство, при котором вся Вселенная в своей вечности и бесконечности становится одним идеальным шаром. И мы являемся его частью. Все недостатки этого мира исчезают. Александр Эббен утверждает, что в мире, в котором он побывал, живут представители высшей формы жизни – прозрачные, мерцающие существа, летающие по небу. Нейрохирург встретил этих созданий, когда сам воспарил каблакам. Я встречал ангела-хранителя каждый раз, когда я проходил через эту красивую долину дверей в другие миры. Через этот ультрареальный мир – это переходное пространство, где мы встречаемся с нашими более высшими душами, где мы планируем наши следующие реинкарнации, встречаем эту бесконечную любовную силу этого бога. В своей автобиографической книге «Доказательства рая» Эббен утверждает, что у него была клиническая смерть, во время которой он покидал свое тело. По его словам, за гробом нас ожидает вечность, наполненная совершенным светом, с ангелами, облаками и умершими родственниками. И вся радость и праздничность этой долины со всеми этими душами, танцующими от радости того, что они находятся между жизнями, и над этим всем были такие красивые шары из золота и света, которые оставляли блистающие золотые следы. Я называл их в своих ранних работах ангельскими хорами. Их напевы и гимны потрясали меня своей невероятной силой и любовью. Профессор Константин Коротков на основании многолетних исследований выдвинул шокирующую гипотезу о том, что после смерти человека остается некая субстанция, так называемая тонкое тело. Мы можем метафорически говорить о том, что мы имеем физическое тело, о том, что мы имеем разум, о том, что мы имеем сознание, и это можно связывать с понятием души. Поэтому все наши эксперименты были посвящены именно исследованию различных аспектов сознания. Эксперименты строились на эффекте Кирлян. Так называют мерцающее излучение объектов в электромагнитном поле. Вокруг пальца человека здорового, жизнерадостного, свечение яркое и ровное. Любые расстройства организма разрывают светящийся ореол, деформируют его и делают более тусклым. Немецкий врач Петер Мандель, обработав огромный статистический материал, даже создал атлас, в котором различным особенностям свечения соответствуют определенные заболевания организма. Группа исследователей под руководством Константина Короткова с помощью кирлян-фотографий изучала тела только что умерших людей. Нам было интересно посмотреть, как меняется их энергетика динамически. Ну и действительно было показано, что происходит изменение, что это не мгновенный процесс остановки, а это процесс. Это совпадает с воззрениями практически всех религий, о том, что смерть – это переход из одного состояния в другое состояние. Каждые три часа после смерти человека кисть его руки фотографировали в газовозрядной вспышке. Потом снимки обрабатывали на компьютере, чтобы определить изменения параметров во времени. В результате ученые пришли к выводу, что смерть – не мгновенное событие, а медленный переход, который может занимать до двух с половиной суток. Кроме того, каждый вечер после девяти, примерно до трех часов ночи, они наблюдали всплески интенсивности свечения. Там были очень сильные пики в ночное время. То есть по ночам были, как правило, пики подъема активности тела. Ну и это можно трактовать, как действительно активность некого тонкого тела, души и так далее. И мы все это чувствовали. Но именно ночью, только ночью. То есть днем этого не чувствуется. А ночью мы действительно чувствовали вот эти вот сущности. С ними можно было даже как-то общаться. Но, как я считаю, что это категорически опасно. Живое тело и тело недавно умершего очень близки по характеристикам электромагнитного свечения. Поэтому, что такое смерть, ученые пока понять не могут. Однако эксперименты позволяют предположить, что душа после смерти тела продолжает существовать. Экспериментальные данные их можно трактовать как действительно подтверждение того, что после смерти некая тонкая субстанция, назовем ее сознанием, назовем ее душой, назовем ее тонким телом, она расстается с телом, но не до конца и периодически еще к нему возвращается. Есть другая точка зрения, что да, это действительно выход в некое другое пространство, в другой мир. В 1990 году ученые предъявили миру шокирующий факт. Душа материальна, ее можно взвесить. В одной из лабораторий США обнаружили, что душа – это биоплазменный двойник, имеющий яйцевидную форму. Она покидает тело человека в момент его смерти. Взвешивая умирающих на специальных весах, ученый Лайл Уотсон обнаружил, что они становились легче от 2,5 до 6,5 грамм. После изучения огромного количества научных данных был сделан однозначный вывод. Душа человека после физической смерти продолжает существовать. Более того, она способна мыслить, чувствовать и анализировать, независимо от головного мозга и физического тела. Это эксклюзивное интервью директора Центра изучения сознания при Университете Аризоны профессора Стюарта Хаммеров. Он не сомневается в существовании души. Профессор считает, что сознание всегда существовало во Вселенной. Причем, возможно, со времен Большого взрыва. Сознание связано с устройством Вселенной самым коренным образом, с геометрией пространственно-временного континуума, которое нелокально является частью общей теории относительности. Это означает, что сознание может существовать во Вселенной свободно, возможно, не в форме нашего сознания, представляющего сложный комплекс, но в виде бессистемного простого сознания. По его словам, когда сердце человека перестает биться, информация, хранящаяся в головном мозге, не погибает, а продолжает распространяться во Вселенной. По мнению ученых, эта теория объясняет тот факт, что многие люди, пережившие клиническую смерть, вспоминают о белом свете или тоннеле, в котором они оказались. Когда кто-то умирает, кровь перестает циркулировать. Кислород уже не доставляется в мозг, а квантовая информация в микротрубочках внутри мозга, хотя и теряет энергетическую подпитку, однако для квантовой физики требуется очень мало энергии, и вполне возможно, что сознание не прекращается и свободно рассеивается во Вселенной. Так что чьи-то воспоминания, чье-то сознание может длиться во времени внутри Вселенной неопределенно долго. Это и может быть душой. По мнению Хаммеров, человеческий мозг — это совершенный квантовый компьютер. Душа или сознание — информация, накопленная на квантовом уровне. Она не может быть уничтожена, но может быть передана. Анестезиолог считает, после того, как тело погибает, квантовая информация сознания сливается с нашей Вселенной, и там существует бесконечно долго. Итак, если с кем-то случается клиническая смерть, его сознание или душа рассеивается вокруг в пространственно-временном континууме. А затем его возвращают к жизни, и квантовая информация возвращается в его тело. Он может потом описывать опыт после смерти или внетелесный опыт. Ну а если воскрешение не случается, информация на квантовом уровне может оставаться в запутанности как единство души с ее воспоминаниями неопределенное время. А также может вернуться к другой сущности, к эмбриону, или другому носителю микротрубочек. Мы назвали бы это реинкарнацией. Человек в обозримом будущем окажется на Марсе, и это научный факт. Но как его там встретят? Несмотря на то, что мы давно и упорно изучаем Красную планету, знаем мы о ней очень немного. Есть ли там жизнь? Каковы действительные условия существования? В конце концов, что находится на обратной стороне Марса? Ответы на эти вопросы мы изложили в нашем новом документальном сборнике «Тайны Марса». В нем мы собрали самую последнюю информацию. Рассказы участников марсианской программы. Самые разные и неожиданные гипотезы существования этой планеты. Новые, неизвестные ранее марсианские факты. Более подробно информацию на эту тему можно получить здесь. Почему во всех религиях говорится о загробной жизни? Смерть, это с точки зрения науки, это то, откуда нет ответа. Куда улетает душа? Маленькие дети вспоминают вдруг какие-то свои там предыдущие жизни. Можно ли общаться с тем, кого больше нет? Это и есть параллельные миры. Это можно делать во сне. И ждет ли нас всех бессмертие? Но это не значит, что ты умираешь. И это конец. Переход из одного тела в другое подробно описал известный психиатр Ян Стивенссон. Загадочный опыт реинкарнации он начал изучать еще в 60-е годы прошлого столетия. Стивенссон проанализировал случаи уникального перевоплощения в разных концах планеты и сделал шокирующий вывод. Оказывается, душа сохраняет память обо всех своих прошлых воплощениях. И этот опыт накладывает отпечаток на новую жизнь. Кем ты был раньше, можно определить по нынешней жизни. Если человек боится высоты, значит, в той жизни он разбился насмерть. Если замирает от страха перед огнем, в прошлой жизни он погиб при пожаре. Важно, с какой мыслью человек умирает. Здесь срабатывает закон о том, что последнее желание, особенно перед уходом, в миллионы раз усиливается по своей эффекту. Они формируют желание. Они могут всю жизнь, предположим, мечтать быть музыкантами. И уже умирая, сожалеть об этом и просить, «Господи, как бы я хотел быть музыкантом, и вот так жизнь прошла бездарно, а я ведь так хотел, и я столько мог бы человечеству подарить». Тогда при благоприятных стечениях обстоятельств у человека появляется и дар, слух, и музыкальный дар, и он может родиться в музыкальной семье, и карьера его начинает развиваться именно в этих обстоятельствах. Часто те, кто пережил реинкарнацию, в своих новых воплощениях обладают теми же дефектами, что и в прошлой жизни. Это могут быть шрамы или родинки, заикания. Накоплены уже тысячи случаев и в разных странах, и в Европе, и в Индии, когда малые дети, маленькие дети вспоминают вдруг какие-то свои там предыдущие жизни, и это дело документально подтверждается. Причем они старательно отбирают, там у них есть критерии, и действительно такие вещи есть. Большинство взрослых, они знают, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, они это просто блокируют. У детей этих шор нет, они открыты, для них мир полон чудес вокруг. Например, девочка из Шри-Ланки помнила название города, в котором она жила, описала в подробностях свой дом. Позже 27 из 30 ее утверждений подтвердились. Хотя ни она, ни ее семья, и даже никто из знакомых не были в этом городе. Откуда у ребенка такие точные воспоминания? Стивенсон задокументировал многочисленные случаи фобий, связанных с прошлой жизнью. Дети под гипнозом рассказывали, как они умерли, и даже описывали своих убийц. Вуаль – это то, что мешает нам вспоминать все. Она ограничивает наши переживания. В каком-то смысле она похожа на забывание. Например, ученые, которые изучали память детей, как группы из Университета Вирджинии, как Ян Стивенсон, Джин Таркер и другие, они поняли, что эти воспоминания лучше собирать в молодом возрасте, до шести лет, поскольку после этого возраста начинается закрывание памяти, и куда сложнее восстановить воспоминания о периодах между жизнями и прошлых жизнях. Один из обследованных детей считал, что он родился с отрубленными пальцами на руке. Ребенок рассказал, что получил травму на полевых работах. Нашлись люди, которые помнили этот несчастный случай. Они подтвердили Стивенсону, что однажды в поле от потери крови умер мужчина, который угодил пальцами в молотилку. Всего Стивенсон исследовал и записал более трех тысяч случаев детей в возрасте до пяти лет, которые могли вспомнить свою прошлую жизнь. Исследование Яна Стивенсона о детях, которые помнят свои прошлые жизни, сделанные в Индии, около ста случаев рассмотрены в духовнике, они великолепны по всем критериям, но единичны. Поэтому они дают некоторые начальные представления о будущих научных воззрениях на этот предмет. Но пока наука со всей определенностью отвечает в отношении жизни после смерти, нет, потому что научных данных, подтверждающих это, нет. Смерть, это с точки зрения науки, это то, откуда нет ответа. Это обрыв коммуникации. Но даже оппоненты Стивенсона не могут логично объяснить, каким образом дети, лишь недавно освоившие свой родной язык, могли свободно говорить на иностранном, которому их никто не учил. Реинкарнация не обязательно может происходить через 100 лет, или через 50, или через 10. Нету конкретных законов, что, например, человек умер, и он должен воплотиться через какой-то определенный срок. Нет, кто-то может в этот же день. Есть и другие, например, допустим, примеры, которые можно тоже сказать, некая реинкарнация, это называется условное подселение, когда, например, допустим, один человек умер, а другой попадает в несчастный случай, душа уходит, и душа непрекаянная входит уже во взрослое тело. Есть и такие случаи, кстати. Случаи воспоминаний о прошлой жизни исследовали и другие ученые. Доктор Эрлундон Харальдсон из отделения психологии Исландского университета Рейкьявика описал 20 случаев переселения душ на Шри-Ланке. Известны чудесные истории, которые, по-видимому, подтверждают реинкарнацию и воспоминания о прошлых жизнях. Я не могу привести никаких доказательств, но пока мы не можем толком объяснить сознание в нормальных условиях, не думаю, что мы можем что-либо категорически отрицать. Так что я считаю, что сознание в принципе может существовать помимо тела и входить в другие эмбрионы или использовать еще какие-то биологические субстраты. Еще одна известная исследовательница реинкарнации, доктор Антония Миллс, профессор психиатрии Вирджинского университета, изучив воспоминания 10 детей в Северной Индии, сумела доказать, что ни один из этих случаев не был результатом обмана или плодом фантазии. И даже не в Индии рассказали про девочку, которая, соответственно, родилась в семье и утверждала, что это не ее родители, а родители живут, соответственно, в другом месте. И то, что она спрятала куклу в заполовице. И действительно, потом пошли, нашли эту куклу. Кто-то говорит, что это реинкарнация. Кто-то говорит, что, может быть, у девочки было какое-то видение, может быть, информация передается не через душу, а есть информационное поле или типа ноосферы Вернадского. И люди просто подключаются к этому информационному полю и считывают те данные, которые им нужны в какой-то определенный момент. Благодаря исследованиям профессора Стивенсона многие ученые считают гипотезу о переселении душ научно доказанным фактом. Более того, по их мнению, практически каждый человек в силах просмотреть свои прошлые жизни даже во сне. Во время сна и во время бодрствования наш мозг работает на разных частотах. Для восприятия внешних сигналов он использует самые быстрые бета-волны. Во время расслабления, когда потребности в принятии внешних сигналов и их обработки нет, более слабые альфа-волны. В этот момент открывается доступ к нашему подсознанию. Именно сон дает возможность заглянуть в него. И если по ночам вы видите себя в прошлых эпохах, несовременных одеждах, но при этом испытываете сильные переживания, значит, перед вами открылся портал в прошлую жизнь. Во сне, когда вы засыпаете, как раз происходит вот это отделение души от тела, и тогда вы можете путешествовать и по времени, и в пространство. Это есть параллельные миры. Это можно делать во сне. Наше сознание также хранит информацию о далеких прародителях. Первым генетическую память стал изучать известный психолог Карл Юнг. Он считал, что опыт отдельной личности не утрачивается, а наследуется из поколения в поколение, сохраняясь в отдельных участках мозга. Например, Сильвестер Сталлоне считает, что его далекий предок был дозорным кочевого племени. А Киану Ривз уверен, что его прапрадед был танцором при храме в Бангкоке. Причем их рассказы подтвердились во время контрольных сеансов гипноза, когда они совершали экскурсию в прошлое прародителей. Состояние дежавю, когда неожиданно появляется ощущение, что где-то это уже происходило, вполне может быть вспышкой памяти о предыдущих жизнях, считает наш эксперт. Феномен дежавю может относиться к прошлой жизни, а может быть чем-то связанным с этой нашей жизнью. Согласно физике, не существует никакой реальной стрелы времени. Некоторые считают, что прошлое, будущее и настоящее, все они существуют одномоментно во Вселенной. Кто-то считает, что есть настоящее, которое двигается вперед, а кто-то, что это сознание перемещает стрелу времени. Что без сознания, прошлое, будущее и настоящее существовали бы одномоментно. Карл Юнг был убежден в том, что живет параллельной жизнью в 18 веке. И потому все явления дежавю воспринимал как всплески параллельных существований. Вслед за доктором Юнгом все больше исследователей считают, что дежавю – это воспоминание души о прошлых жизнях в других телах. Идут споры лишь о том, может душа помнить сами события или только те эмоции, которые эти события вызвали. Память о прошлых жизнях, она блокируется. Запрещено помнить прошлая жизнь. Это как раз к вопросу о дежавю. Многие не понимают, что же это такое. Поскольку по закону космоса память должна быть заблокирована, но под каким-то не всегда понятным причинам это может быть медикаментозная, это может быть алкоголь, наркотики, это может быть травма, происходит сбой, и память о прошлых жизнях начинает открываться. Певица Мадонна, впервые осматривая императорский дворец в Пекине, призналась, что знает в нем каждый закоулок. Она утверждает, что в прошлой жизни она была слугой последнего маньчжурского императора. Атина Тернер, впервые приехав в Египет, неожиданно увидела знакомые пейзажи и предметы. И вдруг вспомнила, что во времена фараонов была знаменитой царицей Хадшепсут. Видения из прошлой жизни доказывают, что во Вселенной есть огромное информационное поле. Ведь закон о сохранении энергии говорит, что ничто никуда не исчезает и не появляется из ничего, а только переходит из одного состояния в другое. Многие понимают душу или описывают ее как сознание, предположительно существующее вне тела, возможно, что и после смерти. Что-то такое, что может сохранять устойчивость независимо от нашего физического тела. Я полагаю, до тех пор, пока у нас не будет объяснения возникновения сознания в мозге, мы не можем утверждать, что невозможно его существование за его пределами. Это может означать, что после смерти каждый из нас превращается в нечто вроде сгустка энергии, несущей в себе информацию о прошлых воплощениях, которая затем снова станет формой жизни. Почему бессмертие не отрицает даже наука? Мы считаем, что мы умираем и потом гнием в земле, но это глупая идея. Можно ли воскресить того, кого больше нет? Резервы человеческого организма, они очень большие. И когда этого ждать? Может быть, там 30-40-50 лет, то пессимисты говорят, оставь. Это эксклюзивное интервью американского физико-теоретика Роберта Ланца из университета Вейк-Форест в Северной Королине. Он попытался доказать существование жизни после смерти с помощью квантовой физики, опираясь на теории о параллельных вселенных. Ланца считает, что смерть не является абсолютным завершением жизни. Это скорее переход в другой параллельный мир. Мы считаем, что мы умираем и потом гнием в земле. Но это глупая идея. Если помахать рукой в воздухе и убрать ее, что останется? Ничего. То же самое можно сказать о времени. Пространство и время не соответствуют тем линейным концепциям, о которых мы привыкли думать. Группа ученых во Франции запустила несколько частиц в аппарат. И эти частицы должны были направиться в какую-либо сторону. Потом ученые щелкали переключателем, чтобы отменить то, что произошло. Но оказалось, что они изменяли в этот момент то, что сделала эта частица в прошлом. Роберт Ланца считает, что жизнь продолжается вечно, хотя и в другом месте. Мы знаем, что тело рано или поздно умрет. И думаем, что умрем вместе с ним. На самом деле, сознание может находиться в человеческом теле и вне его. Оно существует вне времени и пространства. Оказывается, что-то, что ты сделаешь в одном конце галактики, может мгновенно изменить то, что происходит на другом конце. Будто бы между ними нет пространства и времени. И это действительно так. Пространство и время не настоящие вещи. Именно поэтому это и происходит. Ланца уверен, что люди после смерти пробуждаются в другой реальности. Процесс перерождения похож на цветение растений. Цветок, просуществовав некоторое время, увядает. Но потом растение вновь расцветает. Почти то же самое происходит с человеком. Ты ощущаешь жизнь и сознание. И да, твое сознание соотносится с природой и тем, что ты чувствуешь в физическом мире. Но когда твое тело исчезает, это соотношение перестает существовать. Но это не значит, что ты умираешь, и это конец. Это что-то вроде цветка, который распускается в мультивселенной. Ученый уверен, наше физическое тело это лишь временная оболочка. А человеческая природа чистая энергия, которая никуда не исчезает из Вселенной после смерти физического тела. Эта энергия перемещается в бесконечном количестве параллельных миров. Во множестве Вселенных происходят разные варианты событий. В одной Вселенной тело умерло, а в другой продолжило жить, вобрав сознание, которое в эту Вселенную перетекло. Я думаю, что большинство людей думают о бессмертной жизни, что существует что-то за гранью смерти, за гранью нашего материального существования. Ты не умираешь. Нет какой-то матрицы пространства и времени, которая отсчитывает время до того, как ты умрешь. Это глупость. Одна из основных аксиом науки в том, что энергия никогда не может быть уничтожена. Она может изменить свою форму. И одна из мейнстримовских интерпретаций в том, что каждый из возможных исходов становится отдельной Вселенной. Это называется мультимировая Вселенная. Иными словами, умирающий, проносясь по тому самому тоннелю, оказывается не в аду или в раю, а в таком же мире, в котором он жил, но живым. И так до бесконечности. Сознание, как энергия, не исчезает и не может быть уничтожен. Лучше всего думать о смерти, как вы думаете об одной из этих старых пластинок, которые мы слушали на наших проигрывателях. Что если поставить иглу на пластинку, ты слышишь музыку. Это настоящее. И до этой иглы прошлое, после иглы будущее. И просто потому, что прямо сейчас ты слушаешь эту песню, это не значит, что остальная часть записи исчезает. Так что все, прошлое, настоящее и будущее, все они существуют одновременно. Но люди испокон веков мечтают иметь не только бессмертную душу, но и практически бессмертное тело. Сегодня наука уже может замораживать человека, чтобы в нужный момент его оживить. Первые научные эксперименты по замораживанию животных проводились еще в 17 веке. Но только спустя 300 лет, в 1962 году, американский физик Роберт Эттинджер наконец пообещал людям то, о чем они мечтали в течение всей своей истории. Бессмертие. Ключевая проблема крионики это разморозка. Прошлогодние исследования в лаборатории одной известной биотехнологической компании показали, что замороженный мозг кролика после проведения сканирования можно сохранить без повреждений. То есть двухпроцентный раствор глутарового альдегида при температуре жидкого азота не превратится в кристаллы льда и не сделает из мозга кашу. Другие ученые из Американского университета современных технологий доказали, что при криоконсервации у организмов сохраняется долговременная память. То есть оживший кролик будет помнить все то, чему его обучили в прежнем жизненном цикле. Значит, можно заморозить мозг человека без разрушения ткани. Охладить мертвые клетки это то же самое, что пытаться оживить, я не знаю, взять, убить корову, заморозить ее, а потом пытаться ее оживить, разморозив. Это все одно и то же. Как можно починить то, что уже там сгорело? Одно дело, если оно сломалось, и это можно починить, а другое дело, когда это уже сгорит. Если мертвый мозг отделить от организма и поместить его в жидкий азот, ну, будет хороший замороженный мозг. А его потом присоединить к функционирующему человеку, ну, нет, в это я не верю. Ученый из США Джош Баканегр заявил, что исследователи к 2045 году смогут реально воскрешать мертвых людей. Биологи намерены замораживать мозг тех, кто уходит в мир иной, а затем помещать в другое тело. Оно, это тело, будет создаваться заблаговременно на основе бионических технологий, а благодаря вживленному мозгу человек воскреснет из мертвых. Сейчас уже накопаем большой опыт по заморозке объектов, но к скажем так, разморозке с последующим оживлением надо будет приступать, когда у нас будут технологии в том числе и оживления, и восстановления всех утраченных функций. По разным прогнозам это может быть 30, 40, 50 лет, то пессимисты говорят, а 100 годах, но это там все равно 21 век, может быть, начало 22 века, когда технологии нам позволят это делать. А теперь информация для моих постоянных зрителей в Казани. Дорогие друзья, 26 мая в 19 часов в Татарской государственной филармонии имени Тукая состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которых я не всегда могу говорить с экрана. Отвечу на ваши вопросы, послушаю вас, обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте tatfil.ru и в кассах филармонии. Итак, 26 мая в 19 часов встречаемся в Казани в Татарской государственной филармонии. На этот вечер не планируйте ничего важного. Как воскреснуть из мертвых? Полное восстановление людей, перенесших клиническую смерть в течение 15 минут. Кто уже пробовал рецепт вечной молодости? Это выявить последствия как раз тех изменений возрастных, которые уже произошли. И что разводят на криофермах? Практически любую часть системы тела можно создать с помощью инженеринга тканей. Уже сейчас в мире существует немало всевозможных криоферм, где заморожена не одна сотня людей. Это делается по желанию самих умерших, которые указывают в завещании, что хотят, чтобы их тело заморозили после смерти. Те, кто идут на такой шаг, надеются, что в скором времени их действительно смогут оживить. Такую возможность обсуждал, например, Майкл Джексон, легендарная поп-звезда. Доподлинно так и неизвестно, заморозили его тело или нет. Я, откровенно говоря, не верю в то, что крионика в данном конкретном варианте, как она существует сейчас, что может кого-то оживить. Понимаете, то, что умерло, те клетки, которые уже умерли, оживить невозможно. Принципиально невозможно. Если клетка прекратила свое существование, как биологическая клетка, она новой стать не может. И мы имеем в виду, я имею в виду именно клетки центральной нервной системы, которые нас больше всего интересуют. Многочисленные эксперименты показали, что 80% нейронов, отобранных во время вскрытия головного мозга пожилых людей, даже после двухнедельного хранения продемонстрировали способность к функционированию. Это подтвердили и исследователи Американского Университета современных технологий. Ученые проводили опыты на червях и выяснили, что применение крионических технологий не разрушает долговременную память простейших многоклеточных организмов. Значит, таким же образом крионика будет действовать и на мозг человека. Еще несколько веков назад продолжительность жизни на Земле, например, в Европе не превышала 40 лет. Современный человек в среднем живет 60-70 лет. Но и этого времени катастрофически мало, а в последнее время мнения ученых сходятся воедино. Биологической программой человеку заложено как минимум 120 лет. В таком случае получается, что до настоящей старости человечество просто не доживает. Вообще надо заметить, что резервы человеческого организма, они очень большие. Очень большие. Мы видели в своей практике полное восстановление людей, перенесших клиническую смерть в течение 15 минут. С учетом проведения реанимационных мероприятий, конечно, 15, 30, 20 минут были случаи. Процессы, происходящие в организме в возрасте 70 лет, являются преждевременной старостью, уверены российские ученые. Они первыми в мире вывели уникальное лекарство, которое продлевает жизнь до 110 или 120 лет, а значит, лечит от старости. Вряд ли это будет одно единственное лекарство, это будет комплексная терапия, которая позволит устранить те причины, точнее, последствия как раз тех изменений возрастных, которые уже произошли, они начинают происходить достаточно рано. Такие препараты, конечно же, будут появляться, но опять-таки для этого нужна очень серьезная научная база. Содержащиеся в лекарстве пептидные биорегуляторы восстанавливают поврежденные участки клеток и биологический возраст человека увеличивается. Препарат показал удивительные результаты во время опытов на мышах и дождевых червях. По словам ученых, эликсир молодости заставляет организм создавать новые клетки. Сейчас существует наука, которая называется инженеринг тканей, которая занимается тем, что выращивает новые части тела. Практически любую часть системы тела можно создать с помощью инженеринга тканей. мы можем создавать целые почки, связки, кости. В конце концов, в пределах наших жизней мы можем создавать практически любые части тела и заменять их. Так что я считаю, что в ближайшие несколько десятилетий мы сможем значительно продлевать жизнь и продлевать тело. Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэллса разработали препарат, который тоже приблизит нас к бессмерти. Новый эликсир молодости восстанавливает ДНК. Уже через неделю ДНК старых и молодых мышей были неотличимы. Экспериментом заинтересовалась НАСА. По их мнению, экспедиция на Марс уже не за горами, и этот препарат мог бы пригодиться космонавтам. Ведь из-за космического излучения даже во время коротких полетов ДНК человека подвергается ускоренному старению. У нас есть определенный резерв деления клетки. Потому как клеточка должна, она у нее есть определенный срок жизни, после начинения срока жизни она умирает. Появятся технологии, которые исключат возможность прекращения деления клеток. И клетки смогут делиться там более длительное время. Или вообще у них будет отсутствовать способность прекращения деления, и они перестанут терять воду. Тогда при отсутствии воздействия внешних факторов сильно повреждающих или наоборот когда они так смогут делать, то внешние повреждающие факторы клетки, которые умерли под воздействием я не знаю того же самого удара обо что-то вот ударился человек, у него умерло какое-то количество клеток и эти клетки заместились новыми. Тогда почему бы нет? почему человеку не жить вечно? И вот еще одно из последних открытий. В останках мамонта российские ученые нашли бактерии, которые выжили после 40 тысяч лет консервации. Из них создали сыворотку молодости. В ближайшее время обещают испытать ее на человеке. Неужели эликсир бессмертия все-таки появится на прилавках аптек? Интересно, почем? Для некоторых людей, которые не испытывали религиозных культов или не были религиозными, у них начинается паника. Паника, потому что они не понимают, что происходит. Вот представьте, очень наглядно это было показано в фильме «Привидение», когда у вас остаются все ощущения, все желания, вам все нравится, вам все хочется, но полностью нет реализации никакой, вы не можете удовлетворить какие-то свои желания, вы не можете ни к чему прикоснуться, вы не можете, вас никто не слышит, вас никто не видит, но вам кажется, что вы остаетесь в этом теле. Как говорят реинкарнационные психологи и терапевты, прожитая жизнь человека связана с его смертью. Например, человек, не верящий в Бога и ведущий совершенно земную жизнь, а значит боящийся смерти, большей частью не осознает, что он умирает, а после смерти оказывается в сером пространстве. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь, у нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда в 18.00. «Самые шокирующие» «Самые шокирующие» «Самые шокирующие»